с праздником вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет мы поздравляем всех кто носит имя вера имя надежда любовь и также софии конечно же то есть сразу четыре женских прекрасных имени и вообще поздравляем в том числе и детей и всех наших благочестивых воспитанных в истинных святого евангелия деток да и вообще всех поздравляем потому что это удивительное торжество память святых веры надежды любви вот именно любви даже по-славянски там любве звучит и мамы их софии помолимся им чтобы они управили наш ум и конечно же вот этот праздник там в нем конечно в такой фактической стороны если мы будем погружаться не очень много мы можем почерпнуть материала мы видим что они пострадали при императоре адриане в сто тридцать седьмом году ну адриан он был обычный так сказать вот языческий император и еще за 30 лет до него до этого года когда вот пострадали святые мученицы уже император троян издал такой в общем-то ну страшный указ что всякий кто только носит имя христианин вот ты признаешься что ты христианин все тебя можно казнить тебя можно подвергать пыткам ну и заодно конфисковывать твое имущество как зловредного человека и поэтому для каждого вот истинного христианина возникал вопрос вот или слукавить обмануть и жить с такой двойственной совестью но а люди с двоящимися мыслями человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих говорил апостол иаков вообще человек с двойственной совестью он не пригоден для царства божь должна быть цельность если внутри вера то исповедание вера на устах потому что вера есть верность а если ты на словах одно другое в сердце то все все порушится и вот как раз святые вера надежда любовь вот вы представьте что им было старшие из них вот этой девочки вера которую звали ей было всего лишь 12 лет надежде было 10 и любви любови как мы сейчас говорим ей было всего лишь 9 лет вот такое удивительное мы видим явление что маленькие дети оказываются до конца верны христу бывает так что какой-нибудь человек вот он живет 90 лет и все эти 90 лет он грызет тех кто находится рядом изводит изъедает все время он недовольный на бога ропщет все ему не так а бывает так вот человек прожил не много лет но какая-то чистая прекрасная жизнь как вот такая маленькая драгоценная жемчужина которая дорога в очах божьих и которая радует других людей которые созерцают вот так жизнь такого человека и как раз вот тайна святости святых веры надежды любви заключалась не просто в том что они пострадали за имя христова а в том что они уже святыми пришли к вот этому мученическую исповедничество потому что их мама мама была молодой вдовой то есть потеряв супруга который умер она не посвятила себя какой-то распутной греховной жизни вот бывает так что люди только и думают там о вопросах плоти ну муж не удовлетворяет ищет какого-то кого-то другого да потом меняет 1 2 3 дети это что-то второстепенное для таких а здесь мы видим совершенно иное вот супруга нет и она посвящает себя всецело богу а господь что господь же дал ей деток трех дочек и она понимает что она ответственно перед богом за своих дочерей и поэтому всю свою душу вкладывает в их воспитание а воспитание какое вот как святой ян златоуст говорит вот хочешь ты воспитать своих детей правильно ты воспитая их как чад небо потому что если ты их сделаешь их чадами ада то тогда и ты сам осудишься какой толк просто напичкать головы детей каким-то образованием там информации дать какие-то земные навыки и если душа твоего ребенка пойдет в ад то неужели это будет тебя радовать это и для тебя посрамление и сам ты тоже понесешь осуждение и вот святая софия она воспитывает своих детей так чтобы они были именно чадами неба и тут мы видим такое вот столкновение что каждый кто от истины кто рожден от истины он непременно как и господь иисус христос столкнется с исповеданием с какими-то притеснениями от врагов истины и может быть даже со страданиями и вот день памяти святых веры надежды любви это в том числе здесь такая вот тайна невинных детских страданий вот мы всегда особенно сокрушаемся когда страдают невинные дети мы задаем вопрос почему это происходит может быть можно было как-то по-другому почему господь это попускает но нужно вот честно прямо посмотреть что нам вообще говорит священное писание а какой была вообще самая первая смерть когда мы открываем вот библию кто умер умер посмотрите не адам и ева согрешившие умер не каин злочестивый умирает невинный авель то есть ребенок ребенок сын адам и евы получается так что они адам и ева которые виноваты были вот в этом нарушении заповеди божие до в прислушании божественной воли они не сами первые умирают они видят смерть своего ребенка и можно представить их горе да когда вот смерть еще не было и тут они видят что бездыханное тело своего сына который убивает его родной брат старший брат каин и все вот этот горе и отчаяние и тут становится как бы наглядно итог зла итог зла которые люди впустили в мироздание то есть зло она всегда несправедливо поэтому в мире покуда вот мир лежит во зле в нем всегда будет несправедливость а самая большая несправедливость это именно страдание невинных детей вот покуда стоит мир это будет происходить и кстати в новом завете вот ветхом завете авель а в новом завете какая зафиксированная самая первая смерть это смерть вифлеемских младенцев, то есть там, где злоба пытается прорваться, так сказать, и наносить удары человечеству, оно бьет именно по невинным детям, чтобы всем было как можно больней. Вот зло не бывает справедливым, поэтому не ищите в несчастных случаях, в том, что страдают дети и там в прочих каких-то ситуациях, справедливости, потому что зло, оно несправедливо, но и через это можно выйти духовными победителями. И вот именно вера, надежда, любовь, они и являют вот эту удивительную духовную победу, потому что оказываются верны Небесному Отцу до самого конца. И вот что мы видим, что императору Адриану доносят на разных христиан, ну, стукачи были во всякое время, и не только Иута, а и тогда тоже, и, да, кстати, был даже такой, где-то вот какой-то правил, что если вот кто-то доносит, то ему тоже некие вот привилегии, когда он указывает как бы на врагов государства. И там даже, может быть, какая-то там материальная была выгода у таких людей. И вот доносит на эту семью, они жили именно в Риме, тогда их приглашают перед судьями, и они прямо исповедуют, да, мы веруем в Господа Иисуса Христа, мы стараемся быть верными Господу Богу, следовать Его заповедям. Ну и тут, как всегда, вот была такая процедура, в таких случаях четко разработанная в римском государстве, что вначале их уговаривают, убеждают отступить вот от этого, как они считали, суеверия, зловерия, принести жертву богам. Ну, говорили обычно так, что даже если вы не верите, то вы хотя бы просто внешне вот исполните этот обряд, ну просто там вот Ладан перед этим богом воскурите, киньте там его в эту языческую кадильницу. Но ведь что такое язычество? Вот если мы вспомним, что верховное римское божество, это ведь римское государство, Юпитер, он являлся в виде крылатого дракона. Даже бывали такие видения, что видели, что как крылатый дракон, рогатый крылатый дракон, Юпитер. А это же значит, что дьявол являлся в таком образе. И вот святой Юстин философ, который жил, кстати, в ту самую эпоху, когда жили святые вера, надежда, любовь и матери их София, святой Юстин философ, живший в ту же эпоху, свидетельствует, что все язычество — это бесовское обольщение. И демоны являлись в виде языческих богов и устанавливали культы именно себе под образом римских или греческих или иных народов. Вот богов, как они почитались, там взять Вавилон какой-нибудь, там тоже дракон Сируши, там всякие в Египте, вы знаете, метаморфозы этих богов, то ли человек, то ли животное там. Это все были бесовские явления, и люди так изображали в своих идолах. Поэтому нельзя даже чисто внешне приносить поклонение бесам, потому что тогда ты будешь в сетях у беса. И вот эти маленькие девочки, они отказываются категорически, их уговаривают, им говорят, что мы вам найдем прекрасных женихов, когда вы подрастете, мы дадим вам прекрасное образование, у вас будет там почет, статус ваш повысим. Ведь девочки, они, конечно же, мечтают о прекрасном женихе, таком вот принце, но тут сама совесть им подсказывает, что нет, нельзя отрекаться от Господа ради этих каких-то глупостей земных. И может возникнуть вопрос, ну как так? Ведь дети же они там вроде несерьезные должны быть. Почему они так вот исповедуют? Оказывается, нет. Вот именно детская душа, вроде бы такая наивная и доверчивая, она как раз может быть верной до конца. Взрослый человек, он там легко может предать, или там вот он пьет, там двуличествует, а ребенок, ребенок может быть верен до конца. И если он любит, то он любит тоже до конца. И вот вспоминается, как Надежда Константиновна Крупская, кто еще не забыл, это супруга Ленина, известного нашего революционера Исмутьяна, который страшные потрясения внес. Так вот, Крупская, она даже написала одну такую статью, как учить маленьких ребят безбожию. Вот прямо именно так вот, как безбожию обучать маленьких ребят. И она там признается, что оказывается очень тяжело вытравить веру из детской души, если эта вера там уже насаждена глубоко. И действительно, в ту эпоху не было компьютерных игр с этими страшилками, стрелялками, то есть сознание ребенка не уходило в какой-то параллельный мир, где все друг друга убивают, уничтожая, где демонизм самый настоящий, весовщина. Не было телевизоров, не было каких-то странных игрушек, тоже в виде монстров там, или какая-нибудь там кукла с телесно подчеркнутыми формами. В общем, не было того, что уже входило бы в душу ребенка и извращало бы. Все было более простым, естественным, и дети легче воспринимали веру в Бога и усваивали себе. И, кстати, Крупская Надежда Константиновна, она, как ни странно, приводит именно себя в качестве примера. И оказывается, что в своем детстве она была глубоко верующей девушкой. Кстати, звали ее тоже Надя. Возможно, как раз в этот день и был у нее День Ангела. И она вспоминает, как она горячо молилась перед иконами, как она созерцала, смотрела на огонек лампады, это ее умиротворяло. И даже отец ей как-то сказал, что, мол, хватит там уж грехи свои замаливать, ложись спать. Но тогда вот авторитет отца стал чуть дальше, и она почувствовала, что, наоборот, вера в Бога для нее выше. И это ей было лет 5-6, и как-то пришел один ее приятель, Боря. Боря был сыном нигилистки. И он говорит ей, Плюнь на икону, мама сказала, что Бога нет. Или там плюнь на крестик, вот, в общем, на святыню. И у Надис тут же категорически такой протест, что вот нет, как так. То есть совесть маленького ребенка уже учит ему, что нельзя предавать Бога, что нельзя попирать святыни, что нужно хранить верность. И вот Крупская вспоминает, что просто вот тогда в детстве она очень нуждалась в этом искреннем, сердечном общении, и это обретала в общении с Богом. Но потом признается, что вот прошло сколько-то лет, и уже когда ей 18-19 лет, вот она уже посещала эти революционные коммунистические кружки, и молитва отходила все дальше, дальше, и входило вот это вот человеческое такое общение в этих прокуренных комнатах, где они обсуждали планы по, как вот, так сказать, улучшить Россию, потом все это, так сказать, вот это осуществляли, топили в крови, в крови тех, кто думал иначе. Но для нас просто важно вот это само признание Крупской, что, оказывается, детская душа как раз может быть верной Богу до конца. А вот взрослые ведут себя как подонки, как предатели, и легко отступают. И вот мы, ну, Крупская-то вы видите, что с ней произошло, то есть она это утратила, а вот святые вера, надежда, любовь, они не утратили. Они сохранили это до конца. Их направили там к одной римской матроне, то есть высокопоставленной даме, чтобы она их перевоспитала, помогла переосмыслить ситуацию. Все равно они сохраняют верность. И вот подходит ключевой момент, когда вначале их угрожают. Мы будем вас казнить, мы будем вас пытать. И они все равно говорят, что нет, для нас Небесный Отец дороже, чем вот эти какие-то видимые блага. И приступают действительно к этим мучениям. Сначала мучают специально старшую дочь Веру на глазах у мамы, на глазах у других сестренок, чтобы все остальные убоялись. Ее бьют палками, ее терзают, отрезают части тела от нее, она молится, она остается верной, она терпит все это, ее кладут на раскаленную решетку, подвергают еще прочим каким-то истязаниям. Все это, как правило, следовало определенному протоколу, который документировался. К сожалению, не все документы сохранились от той эпохи, но был определенный протокол истязаний вот такого мучимого христианина. И когда она до конца остается стойкой, то ей уже отрубают голову, и она предает свой дух Господу. Потом мучают надежду, примерно такие же все истязания, по тому же самому кругу, также предает она Господу дух, и затем самую маленькую из них, то есть любовь. И она также являет, как бы соименно своему имени, любовь ко Господу превыше этих земных наслаждений, которые ей предлагали. Ну и что здесь видим? Вот кто-то может спросить, ну а в чем здесь праздник? То есть они в каком-то смысле причастны вот подвигу Иоанна Крестителя, который через усекновение своей головы запечатлел такую мученическую кончину. А что здесь праздновать? А праздновать здесь духовную победу, что даже когда весь мир вроде бы ополчился против тебя, ты все равно не изменяешь Богу, потому что именно Господь дал тебе папу и маму. Вот Святая София от кого? Господь дает нам родителей, Господь дает нам этот мир. И даже если какие-то люди, они хотят служить дьяволу, мы все равно служим Богу. И не бойтесь убивающих тела, потому что после этого они не могут никакого вреда причинить, и святые вера, надежда, любовь, они становятся небесными молитвенницами. И вот объяснение, почему уже с тех пор такое горячее почитание этих трех маленьких девочек, вот, кстати, маму, что касается мамы, то мучители, они решили особый удар нанести по ее душе, то есть вот вы понимаете, что специально на ее глазах терзает ее дочек, одну, вторую, третью, а ее оставляют вроде бы без мучений. Она, конечно же, молится за них, она, конечно же, придает их в руки Божии, и она наблюдает как бы их сораспятие Господу Иисусу Христу, так же, как вот Божья Матерь, Божья Матерь наблюдала страдания самого Христа, своего Божественного Сына, и вот мученичество – это именно тайна сораспятия, и мама этих трех прекрасных девочек, она вот наблюдает эту тайну, но как мама она страдает, она глубоко мучается, и специально, вот чтобы ей еще больше страданий, ее саму оставляют живой. То есть вот если бы она сразу же за дочками своими тоже претерпела бы эти страдания, может быть, ей было бы легче, а тут нет, вот специально, а вот тебя мы оставляем живой, то есть мучайся дальше. И она смогла испросить тела своих дочек для захоронения, ей разрешили похоронить вне Рима, и там она хоронит, и целых три дня остается у могилы, молится Господу, и на третий день она умирает прямо вот на могиле у тел своих дочек, вот юных мучениц. То есть их мама, святая София, она мученица без пролития крови, она не пролила кровь вот этими истязателями со стороны мучителей, но она перенесла невыносимые душевные страдания, и поэтому она тоже в лике святых мучениц вместе со своими дочками. И вот проходит время, и вот, кстати, ее похоронили там же, вместе со своими детьми, а потом происходят чудеса, и Господь являет благодатную помощь от их святых мощей. И проходит время, и потом вот и спросили, в общем, мощи их в 777 году были перенесены уже во Францию, недалеко от Страсбурга, там такая деревня Эшо, и был монастырь. Это ведь еще до разделения на католичество, когда католичество отпало от православия, поэтому места эти посещались паломниками разных стран, в общем-то все были еще православные, и они наши православные святые. А потом проходит много лет, и, к сожалению, вот отделилось католичество, и туда уже не было такого доступа, поэтому к святым мощам. Но мы все равно им молимся, как нашим небесным заступницам, покровителям, потому что они претерпели вот такие страдания, вот, как вообще даже преподобный Абросий Оптинский, когда пришел к нему Достоевский, Федор Михайлович, и спрашивал, как же так, вот у меня там ребенок умер, и преподобный Абросий объясняет, что ведь души детей, они чистые, они как ангелы, и поэтому такие почившие детки, они сразу в лике ангелов. А вот представьте, что это не просто чистые души, а еще невинно пострадавшие за Христа, то есть они не просто ангелы, а ангелы, которые имеют особую благодать и дар ходатайствовать за нас, то есть те, кто вот претерпели особые страдания среди людей, и при этом не озлобились, не прониклись в какой-то ненности, а в них любовь победила, вот они имеют особую благодать у Господа, именно таковы святые веры, надежды, любовь и матерь их Софии. Конечно, злоба людская, она продолжает бушевать. Вот когда во Франции произошла революция в конце 18 века, то через сколько-то времени там даже вот эти революционеры, они вынули эти мощи, топтали их, сожгли, и только вот часть удалось сохранить святых мощей мучениц, но мы понимаем, что злоба мира сего, она будет бушевать какое-то время, чтобы каждый определился, вот с кем он хочет быть. Хочешь быть с дьяволом, пожалуйста, подвергай себя там злобе, ненависти, негодованию, враждуй. А хочешь быть с Богом, то побеждай в себе страсти, являй в себе любовь. И вот что мы хотим еще вспомнить, очень коротко, буквально, вот уже завершая нашу беседу, то, что вот почему так любим этот праздник среди русских людей, потому что вот эти вот три дочки, святой их мамы Софии, они ведь соименны трем основным добродетелям вера, надежда, любовь. Конечно, вот они жили в Риме, но имена их были греческие, пистис, элпис, агапи, то есть именно вот как если перевести на русский, вера, надежда, любовь, или любы, по-славянски любовь звучала. И как бы вот тут тоже промыслом Божьим заложен такой смысл, что подлинная вера, подлинные надежды и любовь, они рождаются от подлинной мудрости. Вот как мама София, София, значит мудрость. И от мудрости родились вера, надежда, любовь. Поэтому если у тебя нет веры, или ты отчаялся, то есть отчаяние – это противоположность надежды, или если вместо любви у тебя ненависть, то значит и мудрости в тебе нет. Ты безумный, глупый человек, потому что губишь самого себя. А если есть вера, надежда и любовь, это все от мудрости рождается. Это значит, что и ты в каком-то смысле приобщаешься мудрости. И вот без веры, надежды, любви невозможно спастись. То есть вера – это наша внутренняя взаимосвязь с Господом. Мы Бога не видим телесными очами, а вот вера – это как очи нашего сердца, такое внутреннее воззрение. Это такая вот невидимая ниточка, которая соединяет мир видимый с миром ангельским, духовным, с Божиим миром, то есть с миром невидимым. Надежда – это именно упование на Бога. Мы не можем спасти себя сами. Мы слабы, немощны, но мы надеемся на Господа Бога. И надежда, она, конечно, выражается в молитве. То есть именно надеющийся человек, он молится и обращается от самого сердца к Богу. А любовь – это как вот некий такой венец, который все украшает, все освящает, все притворяет в такое божественное царство. Если нет любви, все порушится. И любовь – это прекрасный венец добродетели. Не какая-то там просто влюбленность, кратковременная, как бы вспышка чувств. Потом она угасла, и все потухло. Гормоны успокоились, и опять мир кажется серым. А любовь – это именно то, что настолько преображает, что ты радуешься в виде другого, даже не ожидая от него что-либо взамен. И ты радуешься успехам другого человека, ты скорбишь о его скорбях. То есть любовь – это нечто вот незъяснимо жертвенное, чистое, святое, как бы отблеск, Божий отблеск в душе человека. Если, конечно, такой человек стяжал любовь. Ну вот в любом случае, святые веры, надежды, любовь, они как раз и стяжали эту Божью любовь. И в этом и заключалась подлинная мудрость, подлинная София, то, что соименно имени их мамы. Поэтому помолимся им, чтобы Господь по их ходатайству наделил на и нас подлинной мудростью, верой, надеждой, любовью, дабы нам вот в этой временной жизни не озлобиться, не впадать ни в какие там страсти, не предавать Бога, не предавать ближних. И, конечно же, всем своим сердцем обращаться ко Господу, ради Которого нетрудно претерпеть земные невзгоды. И да помогут нам в этом святые веры, надежды, любовь и святая их мама София. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова